Привет! В этом уроке мы с вами приступим к написанию скриптов и создадим функционал для передвижения наших машинок. А перед началом я хочу порекомендовать сайт itproger.com. На сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Первое, что мы с вами сделаем, так это мы давайте выберем основную машинку и к ней мы добавим несколько компонентов. Во-первых, я хочу добавить компонент rigidbody, тем самым мы добавляем физику к этому объекту. А также мы давайте добавим box collider, это будет некая твердая поверхность, также добавляем ее к данному объекту. Сейчас можно заметить, что когда я добавил box collider, у нас был создан вот здесь такой квадратик, но он в моем случае совершенно не подходит под размеры этой машинки и явно этот квадратик нужно немножечко поменять. Поэтому я давайте, возможно, сделаю вот что сейчас. Я перейду на одну из сторон, во-первых, немного увеличу сам квадрат по x. Также мы давайте поднимем немножечко этот квадрат, пускай он где-нибудь вот здесь у меня будет находиться. И плюс мы давайте еще... так, немножко не то нажал. Плюс мы давайте еще растянем его по координате z, этот квадрат, примерно вот таким вот образом. Также можно было бы его еще по y растянуть и чуточку поднять вверх. Пока этот квадрат будет не идеальным, не с идеальными формами. Если что, мы это позже подправим, но на текущий момент давайте оставлю вот именно в таком формате. Кроме того, к самой машинке, к ее физике, я хочу установить следующее. Я хочу убрать галочку use gravity. То есть мне, по сути, не нужно, чтобы машинка была подвержена некой гравитации. Наша машинка, она всегда будет находиться вот на этой плоскости. И все, что мне нужно делать, мне нужно будет передвигать эту машинку либо там взад-вперед, либо же мне нужно будет отслеживать соприкосновение с другими объектами. То есть, как такая гравитация, она мне здесь для этой машинки не нужна. Поэтому мы эту галочку убираем с вами. Кроме того, мы давайте еще зайдем в constraints и укажем то, что по x, а также по z мы не сможем выполнять вращение автомобиля. Ну, вернее, сами мы сможем выполнять это вращение. Но физически, когда машинка столкнется с другой машинкой, у нее никакого вращения по x и по координате z попросту не будет. Давайте это мы и установим. И, наверное, знаете, что мы еще установим? Мы установим то, что по координате y физически машинка тоже не сможет двигаться. То есть машинка сможет двигаться вперед-назад, в стороны. Но как бы по координате y машинка никогда никуда не сможет сдвинуться. Это будет вполне логично. Теперь мы можем с вами приступить к написанию кода. Первое, что мы с вами сделаем, так это давайте мы создадим вообще отдельную папку. Эта папка будет называться скрипты. И в этой же папке мы создадим новый C-sharp скрипт. Он у меня пускай будет называться как CarController. Вот такое вот название. Пару слов относительно редактирования кода. Для редактирования кода вы можете использовать любую программу. Я, например, в ходе этого курса буду использовать такую программу как Rider. Она частично бесплатная. И вы можете ее скачать на их официальном сайте. Но также по желанию вы можете использовать любую другую программу, как, например, Visual Studio Code или любую другую программу для редактирования кода. Главное, после того, как вы скачаете такую программу, вы укажите, что именно эту программу вы будете использовать для Unity. Для этого нужно зайти в Unity Settings. Далее заходите в External Tools. И здесь же вы можете выбрать ту программу, которая будет у вас служить для работы со скриптами. То есть вы просто находите эту программку, как бы находите этот .exe файл. И указываете, что именно эта программка, она у вас будет служить для работы со скриптами. Как я уже сказал, я буду работать с Rider. Такой программой. Поэтому давайте первое, что я сделаю, я вообще этот скрипт перенесу на саму машинку. Просто его сюда добавлю. А далее два раза нажимаю на скрипт, и он открывается у меня в программе Rider. Здесь мы имеем изначально стандартный скрипт, в котором есть несколько подключенных модулей. Некоторые из этих модулей мне не нужны. Оставляю только Unity Engine. А также мы давайте сейчас удалим все здесь стандартные функции. Чуть позже мы их по желанию пропишем. Ну, по необходимости. Главное, что мне сейчас нужно сделать, это мне нужно создать функционал, что при нажатии на машинку я буду просто ее двигать куда-либо по прямой. Чуть позже мы с вами будем еще отслеживать, в какую сторону я как бы пытаюсь двинуть эту машинку. Но сейчас мы давайте просто по прямой будем ее двигать. Само движение мы будем осуществлять за счет физики. То есть, по сути, будем осуществлять за счет компонента Rigid Body. Поэтому первое, что мы прописываем, это мы прописываем с вами ссылку на наш компонент Rigid Body. Пока создаем просто поле. Также дополнительно мы давайте создадим поле, в которое мы будем записывать скорость нашего автомобиля. Сейчас установим значение как 5. Если что, через Unity позже это поменяем. И плюс мы, возможно, давайте с вами создадим еще одно поле. Это у нас будет булевое поле. Оно будет называться как isClicked. И сюда мы будем устанавливать значение true в случае, когда мы нажмем на саму машинку. То есть, это простое такое у нас будет поле. Далее, создаем функцию, которая будет называться как awake. Это стандартная встроенная функция. Срабатывает при создании объекта. И в этой же функции мы просто будем с вами в поле rb подставлять значение нужного нам компонента. Для этого я прописываю getComponent. И просто беру тот компонент, который меня интересует. Меня интересуют компоненты Rigid Body. Таким образом, я получил ссылку на нужный компонент. И далее, через этот компонент я смогу передвигать наш объект, нашу машинку. Теперь давайте пропишем такую функцию, которая называется как onMouseDown. И эта функция, она будет срабатывать каждый раз, когда мы будем нажимать на саму машинку. Здесь все будет максимально просто. Все, что я указываю, это то, что isClicked, оно будет идти со значением true. То есть, таким образом, я понимаю, что я нажал на машинку. И теперь я могу начать ее передвижение. Ну и, наконец, само по себе передвижение мы будем осуществлять в такой функции, как FixedUpdate. Тут в Unity есть функция просто update. Вот так записывается. Но, поскольку мы работаем с физикой, то нам логичнее использовать именно FixedUpdate, такую функцию. Здесь же мы будем проверять, что в случае, если мы уже нажали на машинку, то есть в случае, если вот эта вот переменная, она идет со значением true, тогда мы будем обращаться к нашему компоненту RigidBody и будем обращаться к такой функции, как MovePosition. Эта функция позволяет нам двигать объект куда-либо. И тут мы просто указываем, что мы текущую позицию объекта берем. К этой текущей позиции объекта мы добавляем Vector3Forward. То есть, мы будем двигать объект по координате z, как бы по прямой. И это все мы еще будем умножать на скорость, которую мы записываем в отдельной переменной. А также, дополнительно, это все мы еще будем умножать на Time, Delta, Fixed, вернее, DeltaTime. И Time, Fixed, DeltaTime, оно позволяет нам просто сгладить все это событие. Таким образом, вот такой простой скрипт у нас получается. Здесь мы получаем RigidBody компонент, отслеживаем нажатие. А также, в момент, когда мы уже нажмем, мы начнем двигать нашу машинку просто по прямой. Теперь заходим в Unity. Тут у нас будет перекомпиляция скриптов. После этого я, давайте, еще возьму машинку, чуть-чуть ее отодвину подальше. И, в принципе, наверное, запустим весь проект, посмотрим, что же по итогу у нас получилось. Итак, изначально машинка стоит на месте, ничего не происходит. Нажимаем на машинку, и она начинает себе спокойно ехать. Конечно же, сейчас она будет ехать просто до бесконечности куда-либо вперед. Это логично, ведь пока мы больше ничего не дописали с вами. Но сам базовый функционал, он уже работает. Нажали, машинка куда-либо поехала. Кроме того, я еще вижу, что у меня здесь в консоли выдаются различные ошибки. И эти ошибки, возможно, их даже у вас нету. Но у меня эти ошибки, они связаны с самой машинкой. Дело в том, что здесь к различным объектам добавлен Mesh Collider. И по какой-то причине этот Mesh Collider, он выдает нам сейчас проблемы. Поэтому мы давайте просто этот Mesh Collider удалим для всей нашей машинки. По причине того, что я и так добавил Collider ко всей машине, а Mesh Collider, в принципе, мне тогда здесь уже и не требуется. Теперь, если мы запустим игру, то никаких ошибок у нас уже не будет. Также мы можем нажать на машинку, ну и, в принципе, она куда-либо вперед будет двигаться. Теперь следующий момент, который я хочу реализовать, это то, что в случае, если машинка дойдет примерно до центра нашей дороги, и причем неважно, с какой стороны, здесь, здесь, здесь или здесь, мы с вами будем отслеживать, что если машинка дошла до центра дороги, мы, значит, будем перехватывать эту машинку и будем отправлять ее куда-либо туда, например. Ну и там дальше она потом уже будет удаляться. То есть нам нужно просто отследить момент выезда машинки из вот этого квадрата. Если такое произошло, отправляем машинку куда-либо за карту и позже мы ее будем удалять. Тем самым мы будем очищать, по сути, весь этот квадрат от различных машинок. Так вот, как же нам отследить вот этот процесс выезда из этого квадрата? Наиболее простой способ, как это можно сделать, это создать так называемые триггеры. Вот давайте для начала мы создадим вообще просто некий пустой объект. Он у меня будет называться как Finish Road Trigger. Также мы очищаем его координаты, чтобы он находился у нас идеально по центру. И далее мы давайте создадим несколько дополнительных пустых объектов. То есть этот первый наш объект будет называться как, например, Trigger 1. И суть этого объекта будет в том, что он у меня будет находиться примерно идеально по центру дороги. Ну, изначально вот, например, здесь мы его добавим. И к этому объекту я добавляю Box Collider. Сразу же указываю, что этот наш Box Collider это Trigger. А это означает то, что теперь этот объект, он не является твердым. То есть сквозь него мы сможем проходить, но в то же время мы сможем еще и отслеживать само соприкосновение какого-либо другого объекта с этим объектом. Это то, что мне как раз и нужно. Ну и по сути мне здесь нужно указать то, что сам этот объект, он должен быть больше. Давайте мы его просто передвинем примерно вот таким образом по центру и сделаем его просто чуть побольше. Вот, например, таким. То есть момент теперь, когда машинка будет соприкасаться с этим объектом, мы это сможем отследить и дальше мы машинку куда-либо уже будем отправлять. Возможно, еще по Y-координате мы давайте тоже этот объект чуточку увеличим, чтобы мы явно 100% смогли отследить соприкосновение. Теперь дублируем этот объект и просто продублированный объект переставляем еще на другую сторону. Тоже примерно куда-нибудь сюда по центру. Плюс можем переименовать этот объект. Еще раз мы его дублируем. Также мы меняем для него вращение. И теперь этот объект устанавливаем еще снизу. То есть мы делаем такие триггеры по всем сторонам. Плюс их можем еще переименовывать. И остается только один еще триггер. Мы его устанавливаем просто сверху. И также давайте укажем, что этот триггер у нас будет 4. Главное, чтобы они примерно были по центру. Окей, теперь у нас есть все эти триггеры. И следующее, что мы с вами можем сделать, мы можем к этим триггерам еще добавить некий тег. Это нам будет нужно для того, чтобы мы потом смогли отследить соприкосновение с каким-то определенным объектом, с определенным тегом. Поэтому давайте, прежде чем еще перейти к скрипту, просто к этим всем нашим триггерам добавим какой-то определенный тег. Я предлагаю этот тег создать. И я их уже изначально здесь создал. То есть вы смотрите, вы просто заходите в теги, нажимаете add tag. И здесь нажимаете на плюсик и создаете такой тег, ну например, как trigger.road. Названия могут быть какими угодно. А также я дополнительно создал еще такой тег, как car. Вы можете создать точно такие же теги. И теперь ко всем этим триггерам, ко всем этим объектам я добавляю такой тег, как trigger.road. А также для машинки давайте сразу же добавим еще такой тег, как car. Пускай это тоже здесь уже будет прописано. Теперь перейдем к написанию скриптов. И первое, что нам нужно сделать, нам нужно научиться отслеживать соприкосновения триггера и машинки. И конечно же такое соприкосновение, его отслеживание можно прописать в скрипте carController. Но мы давайте лучше с вами создадим вообще еще отдельный скрипт. Мы его назовем, например, как roadFinishTigger. Например, такое длинное название у него будет. И этот же скрипт мы сразу открываем для редактирования. В этом скрипте нам не потребуются вот эти вот стандартные модули, которые тут подключены. Мы их спокойно можем с вами удалить. А также удаляем все стандартные методы. Тут мы пропишем один встроенный метод. Он называется onTriggerEnter. И этот метод он будет срабатывать каждый раз, когда к нашему триггеру будет приближаться и будет соприкасаться какой-либо другой твердый объект. В нашем случае, например, машинка. Здесь же нужно принимать один параметр. И этот параметр это, по сути, тот другой коллайдер. Ну, тот другой твердый объект, с которым мы соприкоснулись. Здесь мне нужно проверять, с каким же объектом я соприкоснулся. Давайте мы это будем проверять следующим образом. Если тот другой объект, который соприкоснулся с одним из этих триггеров, если тот другой объект, у него есть такой тег, как car, то в таком случае я понимаю, что я как бы соприкоснулся с верным объектом и мне нужно выполнять некие действия. И вот какие действия я буду делать. Я буду обращаться к тому другому объекту. Тут даже, чтобы нам было проще, я давайте этот другой объект лучше назову как car. Мне кажется, так будет даже логичнее. То есть, если мы соприкоснулись с этой машинкой, то мы берем у этой машинки такой компонент, как carController. Это наш собственный скрипт. Мы берем этот наш собственный скрипт. И из этого нашего собственного скрипта мы будем вытягивать одно поле, которое я пока не дописал, но давайте его сразу же здесь пропишу. Это будет такое поле, как public vector3. И это поле будет называться как final position. Что-то вот в этом духе. То есть, в этом поле я буду хранить как бы финальную точку, куда мы будем отправлять нашу машинку. То есть, это будут просто координаты, куда мне нужно будет передвигать машинку после того, как она соприкоснется с центром дороги. И тут мы просто будем обращаться теперь к final position. И будем устанавливать действительно некие координаты. Причем эти координаты мы изначально будем хранить здесь в тоже отдельной переменной. Эта перемена у меня тут пускай тоже будет называться как final position. Я ее значение буду устанавливать через unity. Ну, а тут я просто это значение подставляю. Таким образом, что у нас происходит вот в этом конкретно скрипте. В этом скрипте мы просто отслеживаем соприкосновение машинки с одним из триггеров. В случае соприкосновения мы обращаемся к carController и будем устанавливать просто некую финишную позицию для нашего объекта, куда мы эту машинку будем перемещать. Вот такая тут у нас будет идти логика. Теперь смотрите, нам прежде чем продолжить написание кода, нам нужно, во-первых, выбрать все эти триггеры. К ним нужно добавить наш скрипт road finish trigger. Иначе ничего работать не будет. И плюс мы должны просто с вами указать как бы вот эту вот финальную позицию, куда мы будем двигать наш объект. Чтобы это сделать, я предлагаю прописать следующее. Мы давайте вот здесь просто создадим некий пустой новый объект, вот таким вот образом. Скинем все его координаты. И дальше мы давайте просто поставим его в ту точку, куда я бы хотел двигать нашу машинку. Ну, предположим, я бы хотел вот эту вот машинку, в случае соприкосновения с вот этой вот дорогой, я бы хотел эту машинку двигать куда-либо туда. Поэтому я просто переместил этот объект туда. А теперь я давайте скопирую координаты этого объекта. И эти координаты я подставлю для нашего первого триггера. Вот таким вот образом. То есть теперь, когда мы соприкоснемся с вот этим объектом, у нас будет некая final position, это некие координаты, куда мы и начнем двигать машинку. Пока, кстати говоря, сам процесс передвижения мы еще не прописали. Но пока хотя бы прописываем вот эти вот позиции, куда мы будем его двигать. И такое же нам нужно прописать не только для, получается, этого триггера, но и для других триггеров. Поэтому мы давайте, возможно, передвинем этот объект еще на другую сторону. И на другой стороне мы получаем примерно точно то же самое. То есть просто координаты также копируем. Их сюда подставляем для второго нашего триггера. И еще нам нужно получить некую точку, куда мы будем двигать машинку, в случае, если она соприкоснется с вот этим центром или вот этим вот центром дороги. И в случае, если машинка... Ну давайте вот начнем с этой дороги. В случае, если машинка поедет сюда и соприкоснется с вот этим вот центром, то я мою машинку хочу двигать непосредственно к вот этой вот точке. Чуть позже мы с вами еще реализуем так, чтобы она после этой точки ехала еще в другую точку. Но пока давайте вот просто мы укажем то, что наша машинка при соприкосновении с этим центром будет двигаться, например, сюда. И для того, чтобы это указать, опять же, вот этот пустой объект я сюда поставил. А дальше я просто копирую координаты этого пустого объекта и подставляю эти координаты для моего, получается, четвертого триггера, который отвечает за вот этот центр дороги. И, наконец, если говорить еще про этот центр дороги, то в случае, когда машинка сюда будет подъезжать, к этому центру, мы машинку изначально будем двигать просто к вот этой вот точке. Поэтому я, давайте, опять же, скопировал некоторые значения, Z устанавливаю и, наконец, устанавливаю еще координату для X. Это все я делаю для моего третьего триггера. Ну и, наконец, этот пустой объект я просто удаляю. Он мне был нужен только, чтобы понять, куда же я буду двигать машинку. Больше он мне здесь не нужен. В общем, много времени на это потратили, но теперь мы имеем то, что в случае соприкосновения мы будем понимать, куда же нам нужно двигать нашу машинку. Ну и, наконец, теперь возвращаемся к CarController. Здесь, кстати, есть еще один такой момент, который нужно сделать. Смотрите, сейчас у меня получается так, что вот этот FinalPosition, он отображается здесь в Unity. На самом-то деле, для машинки мне не нужно, чтобы это поле отображалось в Unity. Конечно, могу указать здесь Private, и это поле не будет отображаться в Unity. Но тогда мы получим вот здесь ошибку, так как я не смогу обратиться к этому полю через другой скрипт. Поэтому, чтобы выйти из ситуации, мы давайте просто здесь пропишем такой атрибут, который называется как NonSerialized. И, к сожалению, мне тут не... А, не, дал все-таки подсказку. То есть, NonSerialized поле, это такое поле, которое является public, но при этом оно не будет видно в Unity. Ну и вот мы замечаем, что больше этого поля здесь нет. Теперь мы давайте пропишем с вами вот что. Мы, во-первых, укажем то, что вот это вот передвижение по прямой, оно у нас будет происходить только до тех пор, пока FinalPosition оно будет с нулевым каким-то значением. То есть, мы давайте пропишем здесь дополнительное условие, что мы двигаем машинку вперед только до тех пор, пока FinalPositionX оно равно значению 0. Если FinalPosition по координате X, например, уже не будет равно значению 0, мы понимаем, что мы дотронулись до триггера. В принципе, в FinalPosition уже установлены какие-либо координаты, а потому больше двигать нам машинку просто по прямой не нужно. И также мы давайте допишем отдельную дополнительную функцию. Это будет функция Update. Сейчас мы нашу машинку будем двигать уже не при помощи физики, а будем просто напрямую двигать как стандартный объект. То есть, после соприкосновения будем напрямую двигать нашу машинку. И здесь мне нужно прописать, во-первых, проверку. То есть, если FinalPosition он не равен значению 0, то я понимаю, что все, у нас уже есть некая финальная позиция, куда нужно двигать машинку. И потому мы давайте начнем эту машинку двигать. Для того, чтобы ее двигать, мы просто будем обращаться к TransformPosition, то есть, будем обращаться к компоненту Transform, к его позиции. И далее мы будем использовать класс Vector3, и будем использовать его такую функцию, как MoveTowards. Эта функция позволяет нам двигать объект к какой-то определенной точке. Здесь же мы просто указываем то, что мы двигаем наш объект, начиная с позиции, где сам этот объект находится. Будем двигать мы этот объект в FinalPosition. Это определенный вектор, это определенная позиция. И плюс, здесь же мы еще будем указывать скорость для передвижения объекта. И скорость передвижения объекта после того, как он выйдет из квадратика, эта скорость, пускай, будет у нас немножко другой. Поэтому я тут укажу FinalSpeed. Например, укажу значение как 15F, например. Ну, просто как 15. И именно такую скорость я сюда подставляю. Также скорость нам еще нужно умножать на Time, DeltaTime. Тут обратите внимание, что мы используем именно DeltaTime. Раньше FixedDeltaTime, так как это была другая функция. Теперь просто DeltaTime. Ну и получается то, что теперь, в случае, когда мы соприкоснемся с триггером, у нас будет установлен FinalPosition. После того, как этот FinalPosition будет установлен, мы больше объект вперед не двигаем, и начинаем его двигать как стандартный какой-то объект без физики, а просто к финальной его позиции. Такое мы можем с вами протестировать. Нажимаем на машинку, она начинает движение. И далее вы можете заметить, что машинка, она дотронулась до середины нашей дороги. У нее был установлен FinalPosition, и она начала двигаться к финальной позиции. В то же время мы можем заметить, что наша машинка явно не начала двигаться прямо вот до конца, до той финальной позиции. Дело в том, что здесь, в этот момент, она натолкнулась на другой триггер, и получается, поскольку она натолкнулась на другой триггер, у нас опять-таки сработал вот этот метод OnTriggerEnter, и у нас было установлено новое FinalPosition для этой машинки. Поэтому теперь машинка начала двигаться просто к финальной точке вот этой дороги, которая находится здесь у нас вверху. Ну и вот она до сюда доехала, дальше могу даже восстановить игру, и машинка просто никуда больше не едет. Поэтому нам сейчас нужно исправить два момента. Первое это то, что в случае соприкосновения с триггером, наша машинка должна разворачиваться и смотреть в сторону, куда она едет. А второе это то, что мы должны увеличить сами триггеры, так как сейчас наша машинка доехала досюда, и дальше она не попала на следующий триггер, а потому просто здесь зависла. Это не особо приятный момент. Давайте начнем именно со второго момента, так как он максимально простой. Все, что нужно сделать, так это увеличить для нашего какого-то определенного триггера, нужно увеличить значение размера его бокс коллайдера. Ну и давайте укажем, например, здесь значение как 35, например, такое значение мы поставим и для этого триггера, и для этого триггера. И вот пока я больше ничего менять не буду, давайте уже попробуем запустить игру, посмотрим, что же по итогу у нас получилось. Итак, машинка едет сюда, далее натыкается на новый триггер, и здесь должна еще на новый триггер натолкнуться, и действительно она уезжает просто к какой-то определенной точке. Как только она доезжает до этой точки, там она просто останавливается, ну и больше никуда она не двигается. В этот же момент мы будем удалять саму машинку, но это сделаем чуточку позже. Сейчас же нам еще нужно сделать так, чтобы машинка смотрела в сторону, куда она двигается. Поэтому мы давайте укажем с вами то, что, так это я случайно нажал, мы давайте укажем то, что в случае, когда машинка уже имеет final position, мы ее будем куда-либо передвигать, а также мы давайте с вами поступим сейчас очень просто и банально, мы обратимся к transform, к функции look at, эта функция позволяет нам вращать объект относительно какой-то определенной позиции, и в качестве просто позиции я указываю здесь final position. В принципе, этот момент, ну этот кусочек кода уже устранит нашу проблему, но устранит он ее очень грубо, нам нужно будет еще доработать этот код, но давайте уже просто посмотрим, протестируем, что же у нас получилось. Итак, нажимаем на машинку, она у нас сейчас очень резко повернулась, и дальше, поскольку она уже повернулась, то ее коллайдер стал не таким, который может заехать на эту верхнюю нашу границу, а потому машинка просто по прямой проехала куда-либо вперед, и там на какой-то определенной точке она просто остановилась. То есть теперь у нас в принципе есть уже это вращение, но оно сейчас слишком резкое, нет никакой плавности. Если хотите, можете оставить, конечно, на таком моменте, но я лучше это доработаю. Смотрите, что мы с вами сделаем. Здесь мы удаляем этот look at, и вместо этого мы давайте пропишем то, что мы будем создавать новый вектор 3, он у меня будет называться как пускай look at position. Далее мы здесь указываем следующее. Мы от final нашей позиции, то есть от финальной позиции, мы будем отнимать текущую позицию объекта. Далее мы будем указывать то, что look at position, значение по координате y будет равно 0. Это мы делаем специально, чтобы у нас никак не поменялась именно координата y, так как наш объект постоянно находится на одном значении по y. Дополнительно мы с вами обращаемся к transform, далее мы обращаемся к rotation, и в качестве rotation мы с вами сюда будем устанавливать следующее. Мы обращаемся к quaternion, и давайте я попробую сразу найти нужную мне функцию, это rotate towards, то есть мы обращаемся к quaternion rotate towards. Здесь же мы указываем с вами изначально начальное вращение объекта, то есть это transform rotation, а в качестве вращения, к которому мы стремимся, мы сюда прописываем следующее. Мы обращаемся к quaternion, и дальше функция такая есть look rotation, и в эту функцию мы передаем просто нашу позицию, в которой мы должны смотреть, это look at position, мы эту позицию чуть выше тут сделали. Дополнительно мы давайте тут еще с вами будем прописывать time.deltaTime, и это все будем умножать еще на rotate speed. Это переменная, которую мы сейчас с вами создадим, создадим ее тут повыше, и это будет просто скорость для вращения нашего объекта. Ну, например, укажем как 50, если что, это значение позже поменяем. Итак, запускаем игру, нажимаем на машинку, и машинка, она у нас начинает плавно вращаться, ну и поскольку она просто не успевает повернуться вовремя, то она еще заезжает на этот триггер, потом на следующий триггер. Ну, в целом, вроде работает корректно, но явно скорость вращения нужно поменять. Давайте мы попробуем поставить аж 350, чтобы машинка очень резко, так резво поворачивалась, но в то же время мы видели саму эту некую плавность вращения, да. То есть вот раз она быстренько у нас повернулась, и далее уже по прямой поехала. Также мы давайте, возможно, сразу еще протестируем с вами такой момент, как мы установим минус 5 здесь скорость, и просто при нажатии машинка теперь будет ехать в обратную сторону, и тоже попробуем посмотреть, как же у нас будет происходить вращение. Итак, нажимаем, машинка едет в обратную сторону, дотронулась до триггера, раз развернулась, и едет по прямой. Выглядит очень даже неплохо. Окей, ну пока давайте, наверное, установлю здесь даже не 5, а возможно 8, или давайте, ну ладно, 8 пока установлю, чтобы чуть-чуть большая была скорость. И теперь мы давайте сразу еще пропишем с вами функционал для удаления машинки. Дело в том, что нам не нужно сохранять все эти машинки, чтобы они там постоянно где-то в какой-то точке находились, поэтому я давайте пропишу то, что если текущая позиция объекта, она будет совпадать с Final Position, то в таком случае мы просто этот объект будем с вами уничтожать. И давайте это мы протестируем, нажимаем на машинку, она начинает куда-либо двигаться, и в случае, когда она дойдет до определенной точки, этот объект, он просто у нас удаляется. Все срабатывает логично. Теперь у нас уже есть в принципе весь необходимый базовый функционал, и нам все, что нужно еще сделать, это сделать так, чтобы мы могли эти машинки отправлять в разные стороны. То есть, например, если я проведу мышкой сюда, то машинка должна ехать назад, проведу сюда, она должна ехать вперед, и то же самое должно происходить для машинок, которые у нас будут с другим вращением, которые будут вот, например, с таким вращением. Ну и давайте мы это сейчас с вами реализуем. Для начала я предлагаю просто создать несколько машинок. То есть, смотрите, вот у меня будет одна машинка, вот у меня будет другая машинка, причем давайте укажем для них разное вращение. А также создадим еще несколько машинок. Например, сюда какую-то машинку поставим, укажем вращение как 90, продублируем эту машинку, поставим ее еще сюда, например, и укажем вращение как не 0, а, наверное, как минус 90. То есть, вот у нас есть все возможные вращения. И давайте просто уже сейчас запустим игру, Посмотрим, что же по итогу сейчас получится. Сейчас, конечно же, у нас все будет срабатывать логично для первой этой нашей машинки. Ведь именно с ней мы работали. Ну и она логично себе выезжает. Все как бы идеально. Нажимаю на эту машинку. И она сейчас у нас едет не в сторону, куда машинка смотрит. А просто едет в сторону, как бы, ну, в единую сторону, куда мы указывали вектор передвижения. То есть едет сюда. То же самое будет и с этими машинками. То есть все они, они у меня будут просто ехать в одну и ту же самую сторону. Что не особо, конечно же, здорово. Поэтому эти моменты мы давайте сейчас с вами исправим. Для начала я предлагаю просто указать то, что мы наши машинки будем двигать при нажатии именно в ту сторону, куда они сейчас смотрят. Для этого в Fixed Update мне нужно указать, что теперь я буду работать с физической позицией самого объекта. Плюс к этому всему я буду добавлять еще вращение, RB Rotation, тоже физическое вращение. И далее я это буду умножать на Vector Forward, Speed, а также Fixed Delta Time. Таким образом мы теперь с вами получим то, что мы будем направлять машинки в сторону, куда они как раз и смотрят. Ну и смотрите, вот я нажимаю на машинку, поехало правильно. Вот я нажал на машинку, опять-таки поехало правильно. И также эти машинки тоже, все они будут ехать именно в ту сторону, куда они смотрят. В целом на этом уже можно было бы завершить данный урок, так как в принципе все наши машинки, они корректно едут, они в какой-то момент уничтожаются, да и в принципе мы можем уже получить готовый функционал. Но мы на этом этапе еще давайте с вами останавливаться не будем. И сделаем так, что в зависимости от того, куда я буду двигать мышку при нажатии, в эту сторону и будет двигаться наша машинка. То есть, например, вот нажму на машинку и подвину мышкой туда, машинка уедет в ту сторону, а не как сейчас она уехала просто по прямой. И такую вот реализацию мы давайте тоже с вами сейчас добавим. Чтобы нам такое сделать, нам в первую очередь нужно создать здесь несколько новых полей. Эти поля, они будут закрытыми, поэтому Private. И здесь мы просто прописываем с вами Cursor Position или давайте Cursor Point X, например. А также будет еще такое поле, как Cursor Point Y. Вот такие вот два поля, они у нас здесь будут. Далее, мы в функции OnMouseDown, мы просто будем работать с этими полями. И в них мы будем устанавливать как бы значение, где находится сейчас наша мышка. Для этого я обращаюсь к Input, далее MousePosition и беру MousePosition по координате X. Точно то же самое делаю и для другого нашего поля, то есть Cursor Point Y и устанавливаем просто координату Y. Далее, из Clicked мы отсюда сейчас убираем с вами. То есть все, что у нас будет происходить в момент нажатия, вот как только-только мы нажмем мышкой, мы просто будем брать координаты мышки. А далее мы с вами еще будем иметь такую функцию, как OnMouseUp. То есть это функция, когда мы отпускаем клавишу мыши. В этой функции мы как раз уже будем устанавливать из Clicked равно значению True. Но также дополнительно мы с вами здесь будем выполнять различные проверки. И эти проверки, они будут в следующем формате. То есть мы с вами берем теперь новую позицию нашей мышки по X. От этой позиции мы отнимаем курсор Point X. И если это все будет больше, чем 0, то в таком случае мы давайте на экран, пока просто будем выводить некие сообщения, и на экран мы будем выводить Right. То есть я буду понимать, что я как бы вот здесь я нажал, здесь я, например, отпустил мышку, и, соответственно, я понимаю, что это движение как бы вправо. Подобные проверки мы здесь еще дополнительно пропишем. Единственное, тут уже ElseIf допишем. Или даже не ElseIf, а просто Else напишем, да. И это у нас будет Left. И также мы давайте это еще раз скопируем. Только уже будем работать с Y-координатой. Получается, мы делаем абсолютно точно то же самое. Отнимаем от текущей позиции предыдущую позицию. Если она больше, чем 0, то мы двигаемся вверх. А если меньше, чем 0, то двигаемся вниз. И это мы просто будем сейчас выписывать в консоль. Теперь давайте нажмем мышкой. Проведем в сторону. Отпустим мышку. Мы замечаем, что машинка, в принципе, в ту же самую сторону поехала. Это нормально. Но главное, у нас пишется то, что у нас движение было влево. Это верно. Ведь я провел мышку вот сюда, влево. А также, видимо, я чуть-чуть мышку вверх поднял. Ну и он засчитал это как топ. То есть движение в топ. Смотрите, давайте теперь мы попробуем мышку вот сюда провести. Как бы и так нажимаю. Раз. И вот у нас вводится Right. Да, то есть я действительно мышку как бы ввел в эту сторону. Это право. И также ввел мышку вниз. То есть вот там все наши движения. Они теперь корректно отслеживаются. И дальше мы можем просто эти движения теперь уже применять к самим нашим объектам. То есть мы главное понимаем, в какую сторону я двигаю мышку. Окей. Итак, давайте мы теперь допишем с вами, пожалуй, еще кое-какие моменты сюда к нашему скрипту. Я предлагаю сейчас прописать еще одно приватное поле. И это будет перечисление. То есть в этом перечислении мы просто будем хранить с вами различные направления. И смотрите, у нас будут такие направления, как Right, будет направление Left, будет направление Top и будет такое направление, как Bottom. Далее мы давайте создадим с вами еще несколько дополнительных полей уже на основе этого перечисления. То есть это у нас будет Car Direction, Direction X, например. И тут мы можем по умолчанию какое-то значение добавить. Давайте даже так и сделаем. То есть у меня еще будет значение как None. И по умолчанию будет такое значение, как Direction None. Кроме того, создаем подобное еще одно поле. Это Car Direction Y. Теперь что мы делаем? Мы с вами в момент, когда мы понимаем, куда мы двигаемся, мы просто в Car Direction X будем записывать с вами либо Right, либо Left. То есть здесь мы Right записываем, тут мы Left записываем. И точно то же самое мы прописываем с вами еще вот здесь, только тут мы уже работаем с Y. И прописываем Car Direction Top, получается. И давайте такое даже еще раз скопируем. И здесь я прописываю Car Direction Bottom. Вот таким вот образом. То есть теперь мы просто с вами понимаем, в какую сторону мы направляемся. И главное, само это направление мы записываем в отдельные перечисления. Что очень даже здорово и очень даже удобно. Теперь мы можем с вами перейти к скрипту Fixed Update. И здесь мы просто будем с вами отслеживать, об какую же сторону нам нужно будет двигать саму эту машинку. И это мы будем ее двигать в зависимости от значения в перечислении. Во-первых, то, что я предлагаю сделать, это я предлагаю прописать здесь, получается наш Car Direction X, например. То есть мы давайте просто на экран будем выводить сторону, в которую мы как бы пытаемся направить нашу машинку. Это нам поможет для тестирования. Поэтому Car Direction X и Y мы давайте изначально будем выводить. Также мы давайте пропишем проверку. И в этой проверке я предлагаю сделать вот что. Пока мы будем работать только с направлением X. То есть как бы по горизонтали попробуем эти машинки в верные стороны направлять. А потом уже те машинки, которые по вертикали, тоже с ними разберемся. Но пока давайте только те, которые по горизонтали стоят. И тут мы делаем с вами следующее. То есть мы проверяем, куда же мы сейчас как бы пытаемся направить машинку. Если мы пытаемся ее направить влево, то в таком случае мы давайте нашу скорость будем умножать на минус 1. То есть таким образом мы, получается, нашу машинку будем просто двигать в противоположную сторону. Обычно она двигается сюда, а теперь мы будем двигать в противоположную сторону. И тут важный момент. Нам теперь нужно опять же удалить вот этот Rotation. Так как он теперь является здесь ненужным. По причине того, что мы каждый раз просто нашу машинку будем двигать исключительно как бы по Z-координате вот в эту сторону. Ну а в зависимости от того, куда я мышкой там нажму, то мы будем двигать либо с отрицательной скоростью, либо с положительной скоростью. Вот такая у нас тут будет немножечко видоизмененная логика. И давайте мы это все сейчас протестируем с вами и посмотрим, что же получилось. Итак, для начала двигаем эту машинку. Раз сюда мы ее подвинули. Right, bottom. Ну, bottom нас сейчас не особо интересует. Главное, right, все сработало корректно. Да, машинка поехала в нужную сторону. Теперь смотрите, попробуем эту машинку двинуть в другую сторону. И вот мы замечаем, что в принципе left, top у нас все сработало корректно. Но машинка как будто зависла на одном месте. Я ранее это уже тестировал и знаю в чем проблема. Проблема, знаете, в чем заключается? В том, что мы с вами вот это вот значение speed, мы его, смотрите, в один фрейм мы его как бы устанавливаем отрицательное значение, да? А потом мы это же отрицательное значение опять-таки умножаем на минус один и оно получается положительным, это значение. Поэтому машинка получается двинулась вперед, потом установилась положительная скорость, двинулась назад. И вот из-за этого получается, что машинка как будто двигается просто на одном месте, дергается. Чтобы исправить эту проблемку, достаточно просто вот здесь в самом начале указать то, что мы каждый раз к нашей этой переменной speed мы будем прописывать следующее. Мы просто будем использовать функцию abs, это по модулю, когда мы берем число, то есть отрицательное число становится положительным всегда. И мы будем указывать то, что вот это вот положительное число мы вечно будем записывать просто вот сюда, в эту переменную. Ну и дальше получится так, что когда я потом опять-таки буду умножать на минус один, у меня все равно там отрицательное будет число умножаться на минус один. Ну в общем все должно будет срабатывать, как мы и задумали. И теперь еще раз все это протестируем, нажимаем сюда и вот наша машинка, она двигается в левую сторону. Точно то же самое могу сделать и с этой машинкой, все срабатывает, как мы и задумали. Пока эти машинки предлагаю еще не тестировать, так как в принципе для них мы не добавили соответствующий функционал. Хотя на самом-то деле даже если и их попробовать протестировать, они тоже будут двигаться, ну просто будут они двигаться максимально нелогично, как мы это можем с вами заметить. И чтобы получить логичное передвижение этих машинок, мы должны создать отдельное поле в классе CarController. В этом же поле мы будем просто хранить информацию, о каким образом стоит наша машинка, по вертикали или по горизонтали. Ну и чтобы такое реализовать, мы для начала создаем новое перечисление. Это перечисление пускай будет называться как Axis. И здесь у нас просто будут такие значения, как Vertical, а также Horizontal. Например, что-то вот в таком духе. И теперь мы давайте просто с вами создадим еще действительно новое поле, которое теперь в Unity уже будет отображаться. Оно будет идти на основе нашего этого перечисления. И оно будет называться как CarAxis. Вот что-то в таком духе. Теперь можем зайти обратно в Unity. И здесь для каждой из машинок мы просто сможем установить, в какой плоскости наша машинка находится. Ну и вот давайте мы выберем третью и вторую машинку. Ну, короче, вот эти вот последние наши машинки. Здесь указано значение Vertical, что как раз и правильно. Менять ничего не буду. А для двух этих машинок мы меняем значение на Horizontal. То есть они у нас стоят как бы по горизонтали. Окей, эти моменты мы с вами исправили. Теперь мы давайте вернемся обратно к FixedUpdate. Здесь я, наверное, уже удалю вот эти DebugLog. Мне они, в принципе, здесь больше не нужны. То есть мы видим, что все срабатывает корректно. Ну и тут мы, наверное, давайте с вами сейчас первое, что будем делать, это мы будем понимать, в какую же сторону нужно направлять нам машинку. Если машинка стоит по горизонтали, то мы будем ее отправлять как VectorForward. Но если она стоит по вертикали, то ее нужно будет отправлять как VectorLeft. То есть будем контролировать такую координату, как X. И мы давайте это с вами сейчас где-нибудь вот здесь запишем. То есть мы создаем новый Vector3. Он будет называться, например, как WhichWay. Ну, то есть куда нам ее двигать. И здесь мы будем обращаться к Axis, а вернее неправильно начал прописывать. Мы здесь будем обращаться к CarAxis, то есть к вот этому вот полю. И будем проверять, что если у нас AxisHorizontal установлено, то в таком случае мы будем двигать объект как VectorForward. А иначе мы его будем двигать как VectorLeft. И далее вот этот BeachWay я его просто вот сюда подставляю. То есть теперь в зависимости от того, куда смотрит машинка, мы ее отправляем либо по координате Z, что получается вот так, либо по координате X, что получается вверх-вниз. Да, она там у нас будет ездить. Окей, с этим тоже разобрались. Теперь мы дополнительно, давайте еще пропишем здесь некоторые проверки. И просто укажем то, что все это условие, оно будет срабатывать только для тех машинок, у которых CarAxis равен AxisHorizontal. Иначе, если у AxisVertical, то это условие, оно уже автоматически не срабатывает. Также допишем дополнительное условие. И здесь мы будем проверять CarDirectionY. Будем просто понимать, куда же мы двигаем машинку. Если мы машинку двигаем вниз, тогда мы будем это все умножать на минус один. И такое условие работает только для тех машинок, которые у нас стоят по вертикали. Ну и наконец, все это мы с вами можем теперь спокойно протестировать. Итак, пробуем эту машинку. Поехала в верном направлении. Давайте тоже в этом же направлении отправим и эту машинку. Тоже корректно поехала. Теперь пробуем с вертикальными машинками. Поехала в верную сторону. То же самое сделаем и здесь. Также она едет абсолютно корректно. Я предлагаю даже перезапустить проект и попробовать их отправить еще в другие стороны, чтобы убедиться, что действительно у нас все работает корректно. Итак, отправляем эту машинку. Отправляем эту машинку, эту и, соответственно, эту машинку. Все они работают абсолютно корректно, едут и в какой-то момент они просто будут у нас уничтожаться. Как вы можете заметить, больше машинок у нас нет. Таким образом, уже, в принципе, готова основная логика для нашей игры. То есть, у нас есть машинки, они куда-либо уезжают. Мы можем контролировать, куда они будут уезжать. В общем, выглядит и работает все это очень даже неплохо. Ну что же, надеюсь, этот урок вам понравился. Если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока.